В Чебоксарах открылся шестой экономический форум региона России от стабилизации к развитию. Среди участников депутата Госдумы, представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших международных организаций, инвестиционных компаний, различных отраслевых предприятий, зарубежных компаний, промышленники и предприниматели, банкиры и финансисты, ученые, профсоюзные и общественные деятели. С открытия Чебоксарского экономического форума смотрите наш репортаж. Вступление России в ВТО поставило бизнес в новые экономические условия. Ставку в конкурентной борьбе нужно делать на грамотный и эффективный менеджмент, инновации, технологическое развитие. Как совершенно справедливо заметил один из экспертов, генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи Джон Неттинг, глобальный рынок – это не клуб. Никто не может выбирать, вступать в него или не вступать. Но все участники вправе искать свои пути развития. С ним солидарена глава Чуваши. Нельзя зацикливаться на рисках. Надо искать новые возможности. А их у каждого региона немало. В России есть предприятия и организации, уже сегодня создающие продукцию, успешно конкурирующие с западными аналогами. У нас в республике, несколько слов тоже хочу сказать, это предприятия электротехнического кластера, а также предприятия, производящие экологически чистые продукты питания. У каждого российского региона есть точки роста, есть нераскрытый потенциал, который сможет раскрыться после вступления России всемирно-торговой организацией. Но чтобы стать по-настоящему конкурентоспособными, российским предприятиям необходимо интегрироваться в единую систему. Ситуация непростая. В России экономический рост, очевидно, замедлился. Прогнозные цифры всего 2,4% в год. Задача регионов – искать новые точки развития, задействовать все резервы. Для большинства несырьевых российских регионов сегодня самыми главными являются три вещи. Первое. Для инвестиционных проектов качественно готовить инфраструктуру. Подготавливать инфраструктуру таким образом, чтобы выбранное место реализации было самым лучшим или в России, или на земле для реализации нужного вам инвестиционного проекта. Второе. Создавать безбарьерные условия для быстрого, эффективного и безрискового реализации инвестиционного проекта инвесторы. И третье. Помочь подготовить и найти кадры, которые бы позволили ему быстро запустить инвестиционный проект. Одной из точек роста для Чувашии может стать сотрудничество с технологической платформой «Технологии экологического развития». Соответствующее соглашение премьер-министр Чуваший Иван Моторин и председатель правления платформы Николай Касимов подписали прямо на форуме. Наша республика стала третьим регионом, партнером платформы после Томска и Тверской области. Это соглашение должно привести к решению той задачи, которая ставится к созданию территориального кластера «Технологическая платформа технологии экологического развития». То есть к более плотному взаимодействию с регионом. И это абсолютно находится в сфере идей этого форума. От стабилизации к развитию. Я думаю, что на это это будет и направлено. Об инвестиционном климате в регионе можно судить по множеству различных показателей. К дню республики в Чувашии по традиции открываются объекты, преимущественно социальные, финансируемые из бюджета, детские площадки, фоки, дороги. На этот раз один за другим запущены три завода. Ядрин молоко, девилей и траковская керамика. Все объекты построены за счет инвесторов. Они поверили, что в Российской Федерации стабильная ситуация сохранится, несмотря на мировой финансовый кризис. Они уверены в своем бизнесе. Они просчитали кадровый потенциал и просчитали, как будут продвигать, продавать свой произведенный товар. Программа форума включает в себя десятки круглых столов, заседаний, экскурсий, других событий. Одновременно будут работать несколько различных секций. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.